Правда, было за прошлую субботу, а в прошлую субботу мы прочитали за то, что я эту субботу, поэтому, простите, ну никто этого не заметил, поэтому мы как будто это и не знаем. Так вот, Евангелие мы читали следующее сегодня. «И вышел Иисус опять к морю, весь народ пошел к нему, и он учил. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у собора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он встал, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав все, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вот удивительные слова, которые, конечно, парадоксальны, и которые довольно непросто понять. Как это Христос пришел не праведников спасти, но грешников. То, что нездоровые имеют во враче, но больные, это понятно. А вот насчет праведников как-то тяжело понять, потому что вроде бы все наше делание, все то, о чем мы молим Бога и просим, вроде бы как раз касается того, чтобы стремиться к праведности. Но вот тут вот говорит Господь, что я не к праведникам пришел. То есть, если бы мы, например, достигли уровня какого-то там условного праведности, то Христос не к нам пришел. А тогда зачем мы стремились к этой праведности? Ну вот Христос говорит не об обычной праведности, не о той, к которой мы стремимся. И даже больше скажу, на самом деле человек не к праведности стремится. Потому что человек стремится, как сказано в Евангелии, что Царство Небесное подобно некоторой жемчужине, некоторому драгоценному камню, который, нашедший на поле, там, крестьянин или кто, утаил, потом продал, потом его, значит, приобрел, продал все и только вот занимался этим одним камнем. И все для него остальное обесценилось. Так вот, тот, кто нашел Бога, для него все остальное потеряло какой-то такой ведущий смысл. И вот мы видим, что Христос нарушал неоднократно разные правила. И именно это вызывало негодование, основное негодование у фарисеев. То есть, по сути своей, можно так сказать, что фарисеи, они стремились, как и христиане сегодня, многие, большинство, они стремились к праведности, а не к Богу. Они стремились выглядеть хорошо и правильно, чтобы их можно было похвалить. Но они не искали той драгоценной жемчужины, которая, как сказано, Царство Небесное внутри вас есть. Они не этого, они не Бога искали. Они искали внешнего такого почтения и, я бы сказал так, спокойствия своей совести. Вот Христос знал и понимал, что на самом деле мало кто из людей может по-настоящему найти Бога. Большинство это порой может так и не удастся в жизни. И поэтому большинство людей, как правило, стремится именно к праведности, а не к тому, чтобы иметь настоящее богообщение, не к тому, чтобы по-настоящему найти Бога. И когда Иисус Христос говорил о теле и крови своей, о том, чтобы тот, кто хочет иметь жизнь вечную, должен принимать тело и кровь мою, то сказано было, что все толпы, тысячи человек, которые за ним шли, они от него, по сути, отреклись. Они отошли от него. И тогда Христос обращается и к ученикам своим. Может и вы хотите от меня отойти, может и вас это пугает. Но апостол Петр изо всех учеников тогда ответил, что ты имеешь глаголы жизни вечной, куда нам еще идти? Всегда Христос обращался к своим ученикам, не бойся малое стадо. Всегда Господь говорил о том, что на самом деле немногие люди могут вместить эту тайну, тайну богообщения. Она немногим дана. Но как радостно и как прекрасно все-таки найти это богообщение. И Христос пришел как раз ради того, чтобы это сделать. Сегодня очень так привычно стало говорить, давай сходим в храм. И вы знаете, это очень напоминает, давай сходим в кино, давай сходим в магазин, и давай сходим в храм. Это приблизительно на одном уровне человек ставит такие, скажем так, культурные какие-то свои потребности. Но ходим ли мы в храм так же, чтобы удовлетворить свою какую-то внутреннюю душевную потребность? Ради этого ли мы ходим? Или мы ходим для того, чтобы по-настоящему насладиться богообщением? И тогда это не будет просто сходить в храм, а тогда это будет сходить к любимому Богу. Наконец-то помолиться. Наконец-то всецело свое сердце соединить с Богом. И вот сегодня, когда в храме снова осталось небольшое количество людей, практически по числу апостолов, 12 апостолов. Но вот, кстати, некоторые шутили по этому поводу, что если уже прям точно соответствует 12 апостолам, то надо, чтобы было 11 здоровых, а один коронавирусный. Тогда будет точно 12 апостолов. Но это, конечно, шутка. У нас все здоровые. И вообще-то нас тоже стало мало. И сейчас, сегодня ходят в храм те люди, для которых это не просто культура, не просто «а, давай сходим в храм», а для которых это настоящая встреча с Богом. Конечно, мы сейчас, может быть, не упомянули тех, которые больные и которые чувствуют себя плохо, и которые переживают за своих родственников. Да, они поступают тоже по любви, по смирению. И мы их ни в коем случае не укоряем. Но, тем не менее, мы вспоминаем те времена, когда за Христом ходило совсем немного народу. И основная часть от Него отреклась. Дай Бог, дорогие друзья, всем здоровья, дай Бог всем любви к Богу, и дай Бог нам, чтобы мы тоже это сокровище, нашедшее, никогда не выпускали его из рук, и чтобы мы всегда искали вот этого Бога общения. Аминь. Аминь. Продолжение следует...